Всем привет! Это Дима Ярыкалов и Борода Ньюз. Загоревшая и отдохнувшая борода. Надеюсь, вы тоже. Ставьте лайки и жмите колокольчик, а я расскажу вам обо всех важных событиях в мире хоккея, которые мы упустили за последний месяц. Погнали! Жареным запахло, когда Капризов отверг восьмилетнее соглашение на 72 миллиона долларов. И вот тогда началась вакханалия. Не с того ни всего на горизонте появился ЦСКА, бывший клуб олимпийского чемпиона и обладателя Колдор Трофи. Глядя на то, как Никита Нестер и Михаил Григоренко спустя всего год игры в Северной Америке вернулись в ЦСКА, в один ряд с ними можно было поставить и Капризова. Да только Нестер и Григоренко не покорили Америку, они не выигрывали награды в НХЛ, да и на многомиллионные контракты не претендуют, ну разве что в рублях. А ведь чтобы вернуть Капризова, ему нужно насыпать много денег. Очень много денег. Например, 10 миллионов долларов в год. Именно о таком предложении от ЦСКА всерьез говорят в Северной Америке. Нам же, из России, вполне очевидно, что это не более чем шантаж со стороны агента Капризова, кстати, бывшего ЦРУшника. Пол Теофана сыграет на низменных чувствах, заставляя Миннесоту ревновать Капризова к ЦСКА, как к бывшей своего возлюбленного. Вот только авторитетные заокеанские инсайдеры отчего-то забывают, что у нас в КХЛ уже год вполне эффективно работает потолок зарплат. И при нынешнем курсе зарплаты Капризова в 700 миллионов рублей сожрет у ЦСКА 80% всего зарплатного бюджета. И тут тот же статус самого любимого игрока, премьер-министра Мишустина, Капризову не поможет. А вы помните, как совсем недавно в Вашингтоне протестующие штурмовали Капитолий? Но все это показалось бы детскими игрищами в стиле царя горы, если бы Александр Овечкин покинул Вашингтон. Будьте уверены, коктейли Молотова летели бы в разные стороны, но прежде всего в сторону владельца Вашингтона Теда Леонсиса. Но мировой катастрофы удалось избежать. Овечкин остался в клубе, для которого он уже давно не игрок и не просто капитан. Икона. Но какой ценой удалось это провернуть Вашингтону? Формально зарплата Овечкина в ближайшие три года будет копеечная, где-то даже унизительная. Всего 1 миллион долларов. Сколько? Как-то даже несерьезно для лучшего хоккеиста современности. Но все это, если не смотреть на бонусную часть его контракта. В один из сезонов бонус Александра Овечкина превысит 11 миллионов долларов. Сколько? Все это сделано для того, чтобы Александр Великий не потерял свои кровные в случае локаута, ковида или другого катаклизма. Хитрый Овечкин, сам ведущий свои дела без помощи агентов, знает толк в переговорах. Овечкинские идеи с половиной миллионов долларов под потолком зарплат не должны убить чемпионские амбиции Вашингтона. Если что и убьет, то скорее раздолбайствие Лисом Сонова, апатия Евгения Кузнецова и какие-нибудь другие факторы. Да и я думаю, что все и так понимают, что в ближайшие пять лет, а именно столько будет длиться новый контракт Овечкина, вся команда будет работать на его рекорд. Чтобы догнать и желательно перегнать Уэйна Грецки, Александру Великому нужно на протяжении всех этих пяти сезонов забивать в среднем по 33 шайбы. Изи катка для праймового Ови, но почти фантастика для 40-летнего ветерана. Впрочем, разве вся карьера Овечкина это не фантастика? Кажется, что новые команды в НХЛ появляются только ради того, чтобы реальные люди поигрались в виртуального менеджера. Признайтесь, что и вы хотя бы раз на компьютере или приставке набирали состав с нуля. И вот такой суперкомандой казался на бумаге Сиэтл. С сильнейшим канадским вратарем Кэрри Прайсом, Владимиром Тарасенко и другими действующими звездами. Но получилось то, что получилось. Монреаль, не защитив Прайса от драфта расширения, конечно, вызвал череду сердечных приступов у фанатов. Но в итоге-то отскочил. Сент-Луис, может быть, и рад отдать проблемного и чем-то недовольного Тарасенко. Но Сиэтл брать на себя 7,5 миллионов русского танка банально не захотел. И что-то нам подсказывает, что генеральный менеджер Кракена Фрон Фрэнсис что-то напутал. Сейчас не 37-й год. За неудачную сделку не расстреляют. Кроме как страхом или аллергии к большим контрактам, происходящие на драфте расширения не объяснить. Вот и получается, что чуть ли не главная звезда Сиэтла это 37-летний Марк Джордана. Когда-то он брал Нори Строфи, а еще раньше этого канадца заносила в московское Динамо. В остальном у Сиэтла спош ноунеймы. Но даже с таким составом, как показал пример Вегаса, можно доходить до финала. Но вот выиграют в финале? Нет, нет, нет. Ведь Сиэтл не выполнил главные условия. Как известно, нет русских, нет Кубка Стэнли. Был в НХЛ и вполне традиционный драфт. Как сказали бы в России, ярмарка юниоров. И вот здесь обойтись без наших парней, ну никак было нельзя. С каждым годом количество задрафтованных россиян в НХЛ только растет. И нынешние 29 это лучший результат с 2003 года. Правда, в первом раунде ушел только один хоккеист из России. Никиту Чибрикова прокатил один клуб, второй, третий. И достался он Виннипегу лишь под 50 номером. Хотя уйти должен был в первой двадцатке. Говорят, фактор ска. Мол, питерская клетка настолько золотая, что вылететь оттуда невозможно. Но ведь Нэшвилл рискнул и выбрал Федора Свечкова. А у того в графе клуб значатся все те же три магические буквы. Благодаря драфту мы узнали, что Федор Свечков и Ярослав Аскаров совсем скоро вместе будут слушать кантри в столице кантри. Никите Чибрикову предстоит мерзнуть в Канаде. А Данил Чайка забил на сбор молодежной сборной России из-за виртуальной церемонии драфта. Когда с ценностями и приоритетами напутано у молодых пацанов, это еще не так страшно. Куда более странно наблюдать за тем, как клубы КХЛ по собственной воле поздравляют своих игроков с тем, что их кто-то там где-то выбрал. И совсем не укладывается в голове, что Роман Рутенберг, который ведет крестовый поход против НХЛ и отъезда молодых игроков за океан, публично гордится результатами драфта. А вот чем Рутенберг, да и все мы можем смело гордиться, так это юниорской сборной России. 24 года она не могла выиграть на мемориале Глинке. И вот в 2019 году произошло нечто непривычное, но, прямо скажем, приятное. Наши парни победили на неофициальном чемпионате мира для игроков до 18 лет. И вот на прошлой неделе подопечные Филатова защитили титул в Словакии. Почему вообще мемориалу Глинке, который в последние годы называется Кубком Глинке-Грецке, уделяется столь пристальное внимание? Все дело в канадцах. Дело в том, что родоначальники хоккея не очень-то уважают официальный чемпионат мира. И даже не прерывают ради него свой внутренний чемпионат. А вот в августе собирают всех лучших. И обыграть их мечтает каждый. На этот раз канадцы до Европы, к сожалению, не доехали. Виноват, как вы понимаете, все тот же проклятый ковид. Так что победа наших юниоров получилась с послевкусием некоторой недосказанности. Но наколотить семь шайб шведам в полуфинале и словакам в финале могла только лавина, которая при случае накрыла бы и саму Канаду. Стоит признать, что в России при помощи ли программы «Красная машина» или без участия Романа Ротенберга, но выросло шикарное поколение хоккеистов. Матвей Мичков, Иван Мирошниченко и другие звезды этой команды могут поехать уже на ближайший МЧМ. А впереди у них другие аббревиатуры. Например, MVP, КХЛ, НХЛ. На этом все. С вами был я, Дима Яркалов и Борода Ньюз. Ставьте лайки этому видео, если оно вам понравилось. И жмите колокольчик, чтобы не пропустить все интересное. Уже через пару недель в КХЛ стартует новый сезон. И мы с вами будем видеться гораздо чаще. Аравидерчи!